Как приятно, когда тебе говорят, что эфир уже начался А оказывается, это враньё Да, и вот те вот ужасные фразы, которые ты бы никогда в жизни не хотел бы сказать В прямом эфире ты их так и не сказал Здравствуйте, как вы делаете? Здравствуйте, девушки, а как вас зовут? Меня Елена Елена Арина Арина и Елена Девушки, куда вы торопитесь? В поликлинику В поликлинику, а вы? В поликлинику, девушки И ещё один провокационный вопрос, что лечим? Мы не лечим, мы комиссию проходим Отлично, а вы? Отлично, а в армию? Поступаем Поступаем, молодцы! Мы за вас будем болеть Девушки, знаете, какой сегодня день? Нет, 31-е 31-е А чем оно знаменито? Ну, во-первых, родилась в Айхуле, да? Да, наверное Натали певица Кроме дня ВВС Азербайджана В этот день ещё заложили Не, я понимаю В этот день заложили Титаник, если кто не знает В этот день первая цанвейра в 911 году сошла В 911 сошла машина Мерседес, если кто не знает Это всё честная, точная информация 31-е марта, да А вчера родился Павел Буре Но это интересно только одному человеку Павлу Буре и его маме Давайте дальше, хорошо Девушки, ещё одна информация, которая 31-го числа произошла Кроме всего того, что произошло и Саша перечислил 31-го марта 1889 году состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни Знаете такую? Да, попробую Где? Во Франции Ну, а где город? Пари Пари, удивительно А кто её сделал? Эй Фель Правильно Игорь Эйфель Игорь Абрамович Эйфель Существуют некоторые мифы про Эйфелеву башню Ваша задача будет угадать, миф это или реальность То есть я сейчас скажу, а вы скажете, правда это или нет Итак, правда ли, что башню планировали снести через 20 лет после постройки, да или нет? Скорее всего, да Скорее всего, потому что она, во-первых, некрасивая Красивая, наверное Портит вид Железная Правильно, это правильный ответ Правда ли, что она построена к 200-летию французской революции или неправда? Вспомните, 1889 год Ну, скорее всего, я думаю, что нет Не прошло, не прошло в 100 лет На самом деле, да К 100-летию французской революции Следующий, правда ли, что цвету, который подсвечивается башня, не смогли дать... Вы подсматриваете? Нет Я минус 2 Все, а, поэтому вы идете в поликлинику, я понял Не смогли дать цвету название И этот цвет, которым подсвечивается башня, так и называют цвет Эйфелевой башни Правда или нет? Ну, наверное, да Подумайте Вы думаете, да? Ну, наверное, а что как еще? Пока вы не дали другой ответ, я скажу, что это правильный ответ Правда? Последний вопрос Является ли Эйфелева башня, она, у меня написано, на данный момент самым высоким памятником мира? Ну, нет, я думаю, это не А какой самый высокий? Дом Советов Правильно Ну, или любой памятник Зураба Царителли Эйфелева башня, Дом Советов Ну, для некоторых жителей Ленинграда Вот, ну, не воспринимайте правильно Не воспринимайте всерьез некоторые наши слова А воспринимайте всерьез то, что вы победили И получаете билеты Вы получаете билеты в кино Давайте я скажу, в чем суть Так, держите микрофон, сейчас будете говорить, как вы счастливы Смотрите, значит, это замечательный детский мультфильм Пусть вас это не огорчает, все-таки вы еще юная красотка Карафильм, все эти кинотеатры представляют фильм Петсон и Финдус Это маленький мучитель, большая дружба По сути, это фильм о том, как надо друг друга мучить и дружить Это про нас Это про вас Это ваша легендарная двойка Итак, мы вас поздравляем Вам замечательный билет в кино Он абсолютно реален на двух персон Поэтому воспользуйтесь им после поликлиники И давайте передать Это сегодня или когда? Или в любой день Или в любой день, срок действия с 23.03 по 5 апреля Можете в любой день выбрать Итак, девушки Саш, как хорошо, что у тебя зрение не минус 2 Да Кому передаете привет и вот на эту камеру Кто вас узнает и кто за вас порадуется Давайте, вот прям туда Всем калининградцам Всем калининградцам И лично кому? На дожди все прекрасно И лично исполняющему обязанности губернатора города Да, Антону Алекханову Все, девушки, мы вас поздравляем Хороших вам праздников, выходных И будьте счастливы И спасибо вам за ваши зонтики Спасибо, до свидания Я отдам, наверное, зонт Вот этот замечательный Нашей Юли Вместе с микрофоном Держи, зайчик Потому что голубой цвет нам с тобой подходит Да Новости Погодные Погнали Какие у нас же у меня работа Да, и зонтик дали Микрофон вернули В общем, здорово Спасибо большое, ребята Ну, а что у нас сегодня по погоде Неожиданно кратковременный дождь у нас С утра случился Вот, немножко промокли Достали свои зонты Поэтому, если вы еще не вышли из дома То прихватите с собой тоже помимо очков и зонты Сегодня у нас будет до 12 градусов Переменная облачность И, как показывает практика, кратковременный дождь А ветер до 11 метров в секунду Западный Давление в норме В Гданьске сегодня вообще тепло Там плюс 19 Но, к сожалению, тоже ливни И в Вильнюсе плюс 9 И тоже дожди Друзья, ну, ввиду того, что у нас сегодня ветер до 11 метров в секунду Мы можем этим воспользоваться Поехать на море Сделать селфи с развивающимися волосами на ветру Поубегать от волн Запустить воздушного змея И, кстати говоря, я считаю, что с учетом наших погодных условий и климата Можно было бы уже вести и серфинг в школьную программу Как это сделали на Гавайях Друзья мои, ну, я напоминаю, что спонсор прогноза погоды Это сеть аптек для бережливых Новая аптека открылась по адресу Гагарина 99 У нас завтра выходные Завтра 1 апреля Будьте бдительны Не ведитесь на всякие шутки И юмор Ну, как что-то смотрите за своей спиной Чтоб она вдруг не оказалась белой Ну и прочее, прочее Я вам передаю приветы Желаю вам отличной пятницы Хорошего завершения этой недели В общем-то, вот Передаю слово своим восхитительным мужчинам Коллегам ведущим Импозантным Я даже не представляю Как Юле удалось предугадать Наши с тобой дальнейшие планы Поехать на море пустить воздушного змея Ох уж этот воздушный змей Лети, лети Давайте мы расскажем о том Что на часах почти 9 утра А нам, Алексей, с тобой пора прощаться Прощаться с нашими утренними зрителями Всем вам желаем хороших выходных Наслаждайтесь прекрасными днями апреля Ну и конечно же, конечно же, в понедельник С 7 до 9 мы снова вас ждем в нашей веселой компании А завтра все, все, абсолютно все Идем на Балтику болеть за нашу команду И не дадим ей остаться во втором дивизионе А дадим ей шанс продвинуться дальше Да, благодарим, кстати, нашего генерального партнера Это жилой комплекс «Интарная долина» В Светлогорске И лично Степаняна Нарайра Размиковича Так что не проспите В понедельник мы снова с вами И, как всегда, будем зажигать неделю заново Все, увидимся на следующей неделе, друзья Я тебя был рад видеть Да, Леш, спасибо Это был Алексей Дембицкий И Александр Бриноградов, собственная персональ Пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok